Всем привет друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы показать вам добротный бой на танке АМБТ. Тут в этом бою нанесено очень хорошее количество урона, да и в целом танк на самом деле выглядит весьма даже мощным и совершенно не слабым, как многие считают. И друзья, довольно интересная новость о том, что БЗ-58-2, китайский танк 9 уровня, вероятнее всего будет первым танком, который можно будет купить за жетоны в боевом пропуске сезона 23 года. В принципе, довольно-таки интересная новость. У данного танка имеется некоторая фишка бесконечной ремки, что довольно любопытно. И в целом данный танк по характеристикам весьма неплох на данный момент. Ну так что будем ждать эту машину в боевом пропуске. Конечно, тут написано в новости с Вотэкспресс о том, что не 100%, ну то есть вероятность высокая, но не 100%. Но обычно, когда так пишут, все сбывается. Так что, в принципе, мы ждем китайскую машину в боевом пропуске. Надеемся, что ее не понерфят там как-нибудь серьезно и на ней будет приятно играть. Ну и давайте, друзья, тоже поиграем на сайте Водхаб. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Водхаб. Итак, давайте пооткрываем коробки новогодние. Так, три коробки падает. Золото падает. Одна коробка. Еще немного золота. Пять коробок. Так, одна коробка. Еще одна коробочка. Золото. Вот, двенадцать коробок. Отлично. Также, друзья. Так. Промокодик. Итак, вот вам промокод, который даст вам дополнительное золото. На сайте сможете бесплатно поиграть. Также сейчас доступна акция под названием Барабан. Каждый день и раз в 24 часа можно абсолютно бесплатно крутануть барабан. И выиграть какие-нибудь ценные призы. Даже коробку можно выиграть. Ссылка на сайт в описании. Итак, друзья, напоминаю вам, что вы можете выиграть довольно-таки хороший приз. Если в этом видео достаточно просто написать комментарий и указать свой игровой ник. Также обязательно нужно подписаться на канал и досмотреть видео. Таким образом, вы будете участвовать в розыгрыше одного из двух призов. Ну, всего два приза. То есть, два победителя уйдут с призами. Но если вы даже не выиграли, то не отчаивайтесь, в следующем видео наверняка выиграете. Так как призы разыгрываются в каждом видео. Итак, весьма необычное событие. Это розыгрыши призов от Десты с помощью бонус-кода. Разыгрывается аж 250 призов. И, соответственно, единственное условие для тех, кто создал аккаунт до 20 декабря. То есть, нужно активировать бонус-код и вы уже участвуете. Активировать нужно до 27 декабря. 23.59 по Москве. Ну и, соответственно, какие призы. Тут даже есть физические призы. Но стоит отметить, что отправка призов именно физических доступна только на территории России и Белоруссии. Соответственно, можно выиграть рюкзак. 25 штук. Коврик для мышки. Плюс кружка. 25 штук. Penhard TBR 75. FL10. Ну, всего, короче, по 25 штук. Понятно, короче. Батчетельон Бураск. Шкода Т56. Проджета М35МО-46. 30 дней према. 90 дней према. 180 дней према. И 2023 золота. Ну, в честь 2023 года, который, надеюсь, скоро наступит. Соответственно, как вы можете видеть, бонус-код довольно-таки неплохой. Учитывая то, что достаточно всего лишь зайти и его активировать. Все, я в описании прикреплю. Обязательно также в комментариях тоже добавлю этот бонус-код. Можете его активировать и, соответственно, поучаствовать в этом розыгрыше. Но тут абсолютно никакого кидалова нету. Я уверен, что Леста призы все отправит. В случае, опять-таки, выполнения всех условий. То, что вы там сможете принять приз в России или в Белоруссии. Надеюсь, таких бонус-кодов будет больше даже. Потому что, ну, лично я считаю, что хоть и не гарантированный приз, но если повезет вдруг выиграть, это наверняка поднимет настроение надолго. И будет очень приятно на Новый год. Но, естественно, учитывая количество участников, шанс выиграть будет не такой большой. То есть, 250 призов, а участников очень будет много. Но не все, правда, об этом бонус-коде будут знать, это точно. И, друзья, танк 10 уровня за глобальную карту. Это у нас 116F3. Китайский танк с барабаном на 3 снаряда. Именно он будет в феврале на глобальной карте. Можно будет его приобрести за боны. Либо, соответственно, поучаствовать в аукционе. Опять-таки, купить за боны именно в аукционе. То есть, нужно перебить ставки других игроков. И вот тут, конечно, цена танка может быть гораздо более высокая. Нежели если вы там на глобальной карте добьетесь каких-то серьезных успехов. Также изменили ПТ-САУ Компанзер 3 PRJ07HK. Очень непростое название у данной ПТ-САУ. Соответственно, смысл в том, что это ПТ-САУ 9 уровня. С гидропневматической подвеской. Активация по кнопке будет, как у Эстервехи. То есть, в принципе, мне кажется, что это просто аналог Эстервехи. И есть изменения в плане того, что изменен класс танка с премиумом на акционный. Также добавлен тег танка уникальный. И это может означать, что данная машина будет за какое-либо событие. И, может быть, за тот же боевой пропуск ее будут давать. Но это не точно. Тем не менее, есть положительные изменения по характеристикам. Была Альфа 320, что до 9 уровня. Для такого типа ПТ-САУ, на мой взгляд, было очень много. Ну и разработчики поправили. Сделали 360 урона. Что уже, в принципе, неплохо. Ну и сама эта ПТ-САУ выглядит довольно прикольно внешне. Так, немножечко, в общем-то, даже современно. Изменили также характеристики некоторых других танков. Например, К-91 вариант 2. А именно, там стоимость ремонта изменен. У К-2 поменяли немножечко бронирование бортов. Понерфили. Было 160, стало 150. Ну и про немецкую ПТ-САУ я уже сказал, что там сделали. Также БЗ-75, это танк 10 уровня, прокачиваемый. Тоже там сейчас настраивают немножечко. На данный момент, конечно, эти китайцы решились фугасницы. Своего самого главного преимущества, на мой взгляд. То есть, именно данная механика, мне кажется, изначально планировалась на данной технике. И после того, как мне кажется, что, ну, как бы спешно все это убрали. То есть, разработчики побоялись вот этого вот негатива от игроков, что опять вводят, соответственно, такие жесткие танки фугасные. Это может вызвать, ну, бурление говна. И, соответственно, просто решили не вводить это в игру. Ну, как бы это все понятно. Но, с другой стороны, чем они думали, когда вводили БЗ-176? Я думаю, думали они об очень хорошей прибыли. Я думаю, в принципе, это все оправдалось. Но вот что дальше будут делать разработчики? По нерфе, тогда они БЗ-176? Вот это, конечно, вопрос. Потому что сами разработчики сказали, что теперь, как бы, мы не руководствуемся законами Европы, где нельзя нерфить технику, которую игроки купили, премиумную. И теперь, соответственно, придется, в общем-то, здесь выбирать. То есть она может вполне даже понерфить того же БЗ-176, теоретически. Хотя, если она это сделает в ближайшее время, это вызовет, ну, очень жестко. Но со временем вполне даже такое может осуществиться. Ну и также хотелось бы отметить вот этот вот игровой автомат. Чисто мое мнение, опять-таки, считаю, что очень прикольная фишка. Надеюсь, что что-то подобное не только на Новый год будет, где можно будет там участвовать в каких-либо событиях. Будут давать специальные какие-нибудь там жетоны, не обязательно, опять-таки, новогодние. И, соответственно, есть шанс выбить какой-нибудь редкий премтанк тем самым. То есть даже для недонатящих игроков это возможность поиграть на чем-то новом и уникальном. Даже пускай и в аренду. Ну, хотя можно и навсегда выиграть, хотя шанс там небольшой. Такие вот дела, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok